Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Давайте откроем стих, который будет основанием этой проповеди. Евангелие от Луки, 9 глава, 54 стих. «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн сказали, а увидели они людей, безразличных к Иисусу». Библия говорит, что Иисус был сфокусирован на кресте, и поэтому Он отправился в Иерусалим. Он знал, что именно там Он в итоге отдаст свою жизнь. Его взгляд был сфокусирован, и Он знал, что это Его судьба и предназначение. Ученики понимали не все, что делал Иисус, но они что-то в Нем увидели и держались за это. Иисус шел в Иерусалим, а люди думали, «Ну и что? Кто Он такой?» И ученики были возмущены. Они сами не до конца понимали, кто такой Иисус. Но они понимали, что такие люди не заслуживали Иисуса. Они не проявили любовь, энтузиазм и благодарность. Они не понимают, кто ты, Сын Божий. Ну и что? Он прямо как вы сейчас, когда я проповедую. Что ты делаешь? То же, что и вы сейчас по отношению ко мне. Ну и что? Это же церковь, которая любит Слово Божие. Мы реагируем на Слово и не относимся к этому моменту обыденно. Время слишком ценно, чтобы сидеть с мыслью, что ты там сегодня приготовил проповедник. Аминь. Мы страстно любим Бога и Его Слово. Библия говорит, что когда Ниемия открыл книгу закона, весь народ поднялся и сказал «Аминь». А он еще ничего не успел прочитать. Вот какой была их любовь к Богу и к Его Слову. А здесь ученики в бешенстве из-за безразличия людей. «Иисус, ты мечешь бисер перед свиньями». Они сказали «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им. Они упрекали толпу, а Иисус упрекнул их, а также сказал «Не знаете, какого вы духа». Они думали, что могут делать то же, что и Илья. Эти люди недостойны принять то, что ты принес. Поэтому мы хотим вызвать на них огонь, и может тогда они поймут, кто к ним пришел. Они подумали. Иисусу это должно понравиться. И хотя мы не до конца понимаем, кто Он, мы понимаем, что Он принес этим людям. И может после этого они будут более любезными и благодарными. У них будет больше страха Божьего. Но Иисус упрекнул их и сказал «Вы не знаете, какого вы духа». Интересно, а вы знаете, какого вы духа? Особенно, когда осуждаете что-то или кого-то. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о другом духе. И вот несколько мыслей на эту тему. Во-первых, другой дух полностью посвящен. Скажите, это полностью посвящен. Книга чисел 14 глава 24 стих. Но раба моего халива за то, что в нем был иной дух, скажите, иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Знаете, как мы наследуем Божьи обетования? Если мы повинуемся всем сердцем, не будьте равнодушным христианином. Не приходите в Дом Божий с таким отношением. Ну, посмотрим, что сегодня приготовил проповедник. Посмотрим, зацепит ли меня музыка. О, нет, нет. Молюсь о том, чтобы мы были людьми с иным духом. Мы приходим в Дом Божий и не ждем, пока начнется музыка, чтобы раскачаться. Мы любим Дом Божий. Он полностью посвящен. Библия говорит, что Бог не пожалел своего Сына. Так как же мы можем жалеть хвалу? Как же мы можем приходить и думать, ну и что? Человек, который подходит к этому с открытым сердцем, наследует Божьи обетования, землю, возможностям. Но это возможно только с иным духом, который отдается при этом на полную. У Халева был тот самый, иной дух. Он всем сердцем посвящал себя. Посмотрим, какой будет погода. Посмотрим, что еще будет в этот день. Вы меня слышите? Что там есть еще? А, нет. Вы всем сердцем подходите к этому. А какая сейчас самая модная церковь? А кто там проповедует? Невозможно построить церковь на христианах, которые непостоянны. Иисус сказал, «Я построю свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Я призываю вас стать частью того, что он строит, и всем сердцем прикипеть к тому месту, куда вас призвал Господь». Только такие люди видят Божьи обетования. Только такие люди получают наследство от Бога. Когда вы всем сердцем в полной мере посвящены Богу, когда ваше «да» — это «да», а «нет» — это «нет». Вот так и должно быть. Аминь. Итак, послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Что же мы тут видим? Если же у кого из вас недостает мудрости, тут кому-то не хватает мудрости, тогда просите. Если вы не подняли руку, то это верный признак, что вам ее не хватает. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Разве не прекрасно знать, что, когда вы просите что-то у Бога, он скажет, «Нет, вспомни, что ты сделал на прошлой неделе». Бог не упрекает нас. «Прости, из-за твоего развода ты мне не нравишься». Бог не ищет в вас вину. Если мы попросили у Бога прощения, Он дал нам благодать и простил нас. Библия говорит, что Бог берет наш грех и роняет его в море забывчивости, не потому что у него проблемы с памятью, а потому что он решил забыть об этом. Таким образом, Он желает раскрыть в вас самое лучшее. И Библия говорит, что Бог берет ваш грех и удаляет его так далеко, как восток далек от запада, и Он никогда к вам не вернется. Бог не ищет в нас вину. Мы сами можем осуждать себя и напоминаем себе о том, что Бог уже давно забыл. Итак, мы сами лишаем себя права на то, что Бог имеет для нас. Бог не ищет в вас вину. Он уже осудил вас на кресте две тысячи лет назад. Он смотрит на вас через Иисуса. Вы прощены. Кому-то из вас нужно просить Бога о помощи в семье или в бизнесе, и Он не скажет «О, нет!» Я не буду этого делать. Он не будет придираться к вам. Он дает щедро. Он хочет благословлять вас, желает давать вам мудрость, но мы удаляемся от ответа, когда сами придираемся к себе. У дьявола это прекрасно получается, не так ли? Ну, допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если вам не хватает мудрости, попросите, и Бог даст вам ее, и не будет придираться к вам, но вам не нужно сомневаться. Господь, мне не хватает мудрости. Я знаю, что ты источник мудрости, поэтому я прошу у тебя о мудрости во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Я принимаю дух мудрости. Регулярное пребывание в Доме Божьем — это признак высокого IQ. По статистике, люди, которые регулярно посещают церковь, это чаще, чем раз в месяц, чаще, чем дважды в месяц, чаще, чем трижды в месяц, регулярно. Согласно статистике, средний IQ посвященного христианина выше, чем IQ среднего американца. А почему? Потому что вы находитесь там, где учат Слово Божьему, и регулярно слушаете мудрость Слова Божьего. Страх Божий — это начало мудрости. У вас уже есть фора. Давайте относиться к Богу всем сердцем. Всем сердцем. А не думать, ну и что такого? Просите Бога. И Он даст вам. Ну, смотрите, что сказано при этом дальше. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А вы понимаете, что человек с двоящимися мыслями — это противоположность полностью посвященного человека. Такое отношение дестабилизирует вашу жизнь. В момент принятия важных решений, особенно духовных, такое отношение дестабилизирует вашу жизнь. Когда мы с Шэрон только встречались, она решила, что я не полностью посвящен как христианин и сказала, что мы больше встречаться не будем. Объясню, как мы встречались. Я забирал ее из дома и отвозил на молодежку или домашнюю группу. Не было никакого контакта. Ничего такого вообще. И она сказала, «Можешь подвозить меня на группу и в церковь». Но когда она сказала, «Мне кажется, ты не очень посвященный, ты даже не уверен, твоя ли это церковь. Ты еще думаешь, в какую церковь ходить. А я не хочу встречаться с тем, кто не знает, куда Бог призвал его. Я знаю, что меня Бог призвал в эту церковь. Если ты хочешь перейти в другую церковь, то переходи. Я остаюсь здесь. Я не отдам свое сердце тому, чье сердце в другом месте». А я подумал, «Минуточку». «Тоже мне, мать Тереза, кем ты себя вообще возомнила?» Но это пошло мне только на пользу, потому что у меня тогда были двоящиеся мысли. Я не мог понять, в какую церковь мне ходить. Если честно, то мной манипулировал лидер другой церкви, пытаясь переманить меня к себе. Он говорил, «Вначале ты должен быть свидетелем в Иерусалиме». А твой Иерусалим — это твой родной город. Но в том же городе была и другая церковь. Тогда он объяснил мне, что мой Иерусалим — это место, где я обрел Иисуса. Я понял, что мне нужно определиться. Я подумал, «Эта церковь существует уже давно, а эта появилась недавно». Вы слышите? Здесь я принял Иисуса, а вот здесь, и тут я принял решение. Это был прекрасный ход со стороны Шарон. Она также сказала, «Ты слушаешь слишком много мирской музыки, а я не хочу быть с тем, кто не посвящен Богу полностью». Я подумал, «Ну и святоша». Но это заставило меня молиться и принимать решение, потому что я был нестабилен, а она не хотела быть таким нерешительным человеком. Но все закончилось хорошо. Я утвердился и укоренился в том Доме Божьем, куда призывал меня Господь. Я молился и отделился от мирских вещей. Затем я вернулся к Шарон и сказал, «Дорогая...» Нет, ну, так я ее не называл, конечно. Она мне не разрешала. Я сказал, «Шарон, давай попробуем еще раз». Она ответила, «Нет, если я разрываюсь с кем-то отношения, то назад пути нет». Какая же она суровая. Я начал молиться. И тут я понял, что в глубине души я еще нравлюсь ей, но в голове она не допускает мысли об этом. А подруги еще и подначивали ее не думать об этом. Одна из них даже сказала ей так, «Как ты можешь встречаться со Стивом, если у вас разный интеллектуальный уровень? Ты значительно умнее его. Боже, благослови ее кирпичом». Если честно, то она действительно умнее меня. У нее высокий IQ. Так что вы поверьте уж, она работала в автомобильной корпорации и заведовала большим отделом. каждый день, как начальник отдела, она принимала сотни решений. И вдруг эта девушка, ежедневно принимающая сотни решений, не могла ничего решить, потому что ее голова говорила «нет», а сердце говорило «да». И она сказала Богу, «Впервые в жизни я не могу принять решение». И Господь дал ей этот стих. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Тогда Шерон приняла самое мудрое решение. И Шерон сказала на этом «Аминь». Это пример того, насколько все просто. Если у вас двоящиеся мысли, то вся ваша жизнь может стать нестабильной. Но если вы примете решение, я буду частью церкви, я буду любить Бога, я буду строить то, что строит Он, если я посвящу мое время, мою жизнь, мою семью, мои усилия, мои финансы и ресурсы на то, чтобы строить то, что врата ада не преодолеют, я и мой дом будут служить Господу. Мы отдаемся этому на полную. Ну, а во-вторых, другой дух помазан. Об этом говорит Ветхий Завет. Если вы посмотрите первую книгу царств, 10 главу. И прочитаем первый стих. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал, «А вот, Господь помазывает тебя». Я хочу, чтобы сейчас все наши церкви сказали «помазывает». Так вот, «Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». И далее шестой стих. «И найдет на тебя дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ним, и сделаешься иным человеком». Видите, что делает иной дух? Библия говорит, что помазание превращает вас в другого человека. Он превращает вас в другого человека, не потому что с вами что-то не так. Он просто достает из вас самое лучшее. Он достает из вас то, кем вы призваны быть. И тогда сразу видна разница, потому что Бог добрался до того, кто вы на самом деле. Он достал из вас то, что Сам вложил вас. А вдруг все это вылезло на поверхность, но Бог смотрит на сердце, а не на внешность. И когда на Саула сошло помазание, он стал другим человеком. Помазание имеет огромную силу. Кто-то здесь наверняка хочет получить помазание Святого Духа. Оно достанет из вас все, что в вас заложено. Он стал другим человеком. Он говорил и ходил по-другому. Он стал другим, потому что на него сошло помазание. Кто хочет стать другим человеком, не потому что с вами что-то не так, а чтобы еще сильнее раскрыть вас. Теперь все, для чего я был рожден, стало реальностью. Посмотрите также на Деяние 10 главу 38 стих. «Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Бог помазал Иисуса. Если Бог помазал Иисуса, то кто хочет, чтобы Бог помазал и вас? Другой Дух делает вас другим человеком. Вы становитесь всем тем, кем вы были созданы. Вам когда-то казалось, что вы не живете в соответствии со своим потенциалом, и вы хотите большего? О, это другой Дух. Когда вы решите, «Я посвящу себя полностью, но мне нужно помазание, потому что оно сделает меня другим». Помазание прибывает на вас. Посмотрите, что сказано в первом послании Иоанна, 2 главе, 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает». То есть оно не оставит вас, как это было в Ветхом Завете. Там оно приходило и уходило. В Ветхом Завете оно называлось Ихавод. Видите, вы приходите в церковь и каждую неделю учите новое слово. Ихавод. Священник или пророк входил в храм или в освятилище. Если Господь оставил это место, то Он провозглашал Ихавод или слава Божия отступила. Но в Новом Завете этот Дух, который пребывает на нас с вами, он никогда не покинет вас. Дары и призвания Божии не приложены. Это помазание пребывает на вас. В Ветхом Завете оно приходило и уходило. Почитайте Библию. Дух Божий сошел на Давида. Дух Божий оставил Самсона. Но в Новом Завете мы имеем лучшую надежду и лучшие обетования. Бог в вас и с вами. И Он никогда не покинет вас. За годы пастырства многие люди подходили ко мне и говорили, помазание ушло. Друзья, вы перепутали Завет. Вы читаете не ту часть Библии. Я не отбрасываю Ветхий Завет. Мне он очень нравится. Но вы должны понять, что сейчас мы живем под Новым Заветом. Аминь. Это совсем другое время. Надеюсь, вы понимаете. Как Иисус сказал ученикам, когда они хотели вызвать огонь с неба, вы не знаете, какого вы духа, так и я говорю вам. Это Новый Завет. Аминь. Люди говорят, Бог наказывает Соединенные Штаты. Поэтому происходят все эти катаклизмы. Это Ветхий Завет. Вы показываете свое теологическое невежество. Вы не знаете, какого вы духа. Я не путаюсь в этом вопросе. Я знаю, что помазание пребывает на мне. Вы хотите увидеть, как Иисус был помазан? Надеюсь, что хотите. Возможно, мы также были помазаны. Давайте-ка откроем послание к евреям 1 главу 8 и 9 стихи. О Сыне. Тут речь о Сыне Божьем, а не о каком-то другом Сыне. Престол Твой, Боже, век века, жезл Царствия Твоего, жезл правоты. Ты, то есть Иисус, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему? Вот когда видите слово «посему», вам нужно понять, почему оно там. «Посему помазал Тебя Божий, Бог Твой елеем радости». Заметьте, что основание или причина для помазания Иисуса — это Его любовь к праведности и ненависть к беззаконию. Если вы хотите познать Божие помазание по-настоящему, реально и ощутимо, то лучшее, что вы можете сделать, так это сказать, «Боже, помоги мне любить то, что любишь Ты, и ненавидеть то, что ненавидишь Ты, тогда Бог поможет вас больше, чем ваших друзей, елеем радости». Покажите мне человека, который любит то, что любит Бог, и ненавидит то, что ненавидит Бог. Я покажу вам того, у кого есть радость. Я покажу вам того, кто не запутался, у кого нет двоящихся мыслей, кто не идет на компромисс, у кого есть мир и радость в Духе Святом, потому что основанием для помазания Христа была его любовь к праведности и ненависть ко греху, и с нами должно быть так же. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...